Добро пожаловать на канал Rocket. В сегодняшнем видео я покажу вам, как прохожу бренд при Бразилии 2020 года в событии Zero PI Event в игре FAMBAL Racing. Для тех, кто не знает, Zero PI расшифровывается как то, что все ваши настройки будут обнулены, и вы будете ехать на стоковом болиде. То есть как будто бы у вас нет никаких улучшений, нет никаких деталей, что уравнивает возможности разных игроков со всего мира, и это очень хорошая идея, как мне кажется. Что ж, квалификация у меня была довольно посредственная, я квалифицировался 14-м. Посмотрим, как смогу прийти в статтланке. Эти центральности, которые у меня есть могут возникнуть, это то, что может быть непривычно на компоновке со стоковой машиной. Для меня это, естественно, непривычно. Я привык, что у меня стабильная задняя часть болида, не дергается никуда. Тут у меня очень широко как-то становится непривычно рулить. Некомфортно, я бы даже сказал. Ну и вводим вот этот режим, который мне больше нравится. Главное здесь хорошо стартануть. Если вы стартанули хорошо, полдела уже сделали. Я думаю, что не очень хорошо стартануть. Сейчас посмотрим, насколько хорошо. Нет, явно нехорошо. Попробую ещё раз. О, вот раз, похоже, лучше. Не намного, Павел. Но уже лучше. Они любят только здесь одно. Когда боты тормозят вот так перед тобой. Их никак не объехать. Но мне что-то не везёт. О, это очень хороший старт получился у меня. Нет, тебя просто не пущу. Ты ведь тормозишь передо мной. А мне это не нравится. И теперь другой передо мной за тормозил. Лучше не стало. В общем, сайт он такой. Чем лучше вы квалифицируетесь, тем проще он будет сортовать. А вот мне сейчас приходится прорываться каким-то усиленным вперёд. Потому что в этой гонке очень сложно хорошо стартавливаться. Точнее, не то, что сейчас стартавливаться. Что за эти первый поворот? Очень сложно. Потому что там очень болидов много скапливается. И не мешают. Попробуем поехать по левой стороне. Если у меня моя тактика, если не получилось по правой, едем по левой. Продолжение следует... Вот как мизиш руку выносит. Продолжение следует... Что-то еще не сильно все ладает. От этого рулить становится еще неудобно. Более того, что машина дерьмо, так еще и рулить. В общем, крутая штука такая. Это стоп-машина. О, нет! Меня занесло. Господи, игра, может ты перестанешь лагать? Мне с интернета все в порядке. О, класс! Я смог, я смог, я смог, я смог. Как же мне здесь их объехать, я думаю. Я же по скорости намного лучше. И вот я опять вокруг пошелся на 10-й месте. Ничего не изменилось, собственно. Хотя я как-то подозрительно быстро приближаюсь к этому. И нет, все равно, вот видите? Настолько в машине как плохо, неудобно. Первый поворот, и в повороте кучу проигрывается буквально. И все, что перегонит, просто улетает от нас. На каждом повороте такое. А то, что отыгрывается на прививных, не слишком велико, чтобы компенсировать все это. Хотя компенсации толку бы все равно тоже не было. Потому что надо отыгрывать, а не компенсировать. А в гости как-то неудобно рулить, как делал в агайпси. А в гости как-то неудобно уйти на второй круг. Из трех. Да, когда лагает ехать, еще становится интереснее. О нет, тотальный крэш. Мне все равно, я все равно с этого уже не поднимусь. Так что моя цель просто банально удержать 10-е место. Мне большего пока что и не надо. Я все равно, мне не очень задалось это событие, в принципе. Зелпи и пиай, простите меня. Это же английские буквы, они очень сложные. Хотя их всего 26. Знаешь, как я понимаю. А в реальной этой жизни, эта трасса, на самом деле, такая маленькая историческая справка. Она как бы, ну не то чтобы, она сама по себе может и хорошая, но расположена в очень нехорошем месте. Я думаю, вы в курсе, что вы возили очень много районов, которые называются фавелы. По-английски это фавелы. Нет, не фавелы, а фавелы, по-моему. Где-то так. И в фавелах живет очень много преступников государственных. И туда даже полиция боится захотеть. Так что, трасса расположена как раз не очень далеко от этих полу. И я не понимаю, как там уже. Завтра гонки ладят с теми ребятами, которые там живут. И как вообще туда нормально добираются? Без происшествий. Хотя нет, одно происшествие я точно помню. Не я помню, а оно было. Вот я все и проиграл опять. Из-за лаков. Круто. Просто супер. Ладно, поеду. Может так лучше. Не понимаю, что не так. Ладно. Просто пою. Как круто ехать, когда все ладает. Нет, у нас с небеса меня точно не устреляет. Может, не могу понять, может, это... Ладно. 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 ой, я девятый как прогресс когда ловит вообще ничего не то не то кто там и правит ой, разберем как происходит и хаос что-то я подавился на быстрый лед ой может почему есть твоя вода в океан я после гонки ехал значительно медленнее как мне кажется но не послушайте не менее аккуратно мне от тебя я другу попущу хоть и ледуя медленнее зато вроде бы стабильно и от меня все там уже жалко и я вроде бы тянет я никуда не уезжаю но сдерживаю я все равно в этой игре за счет того что выстрелишь как показано приведите очень легко сделать просто берешь и и не надо никаких лишних усилий прилагать намного проще чем леди жизни я бы сказал что посмотреть по сторонам в церкви не так то и просто да и еще смотреть за дорогу чтобы никуда не улететь там же скорости побольше там даже в поворотах прости будет но я тебя выбил таким вопросом что у меня локает ну 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 нет я сейчас поеду а мы в этом все равно бы с собой перебирались в этом может и маленькое преимущество как ты кого-то сдерживаешь нескольких сайтов человек потому что никому же не оба с собой пока переберутся и сами другу это будет мешать больше чем тебе но мне в этот раз очень нравится то что здесь в принципе тормозить не надо то есть дополнительные тормоза нажимать достаточные того что уже так самописи это уберится и 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 мне интересно тем, что там уже известна компоновка, то есть ноль очков в исследовании, все, стоковая машина. То есть здесь все зависит только от того, как я вожу, а когда так лагает, водить очень трудно хорошо. Я, конечно, постараюсь в следующем видео не допускать такого прерывания больше, и постараюсь сделать все, что могу. Ну, извините, я с вами прощаюсь на этом моменте. Спасибо всем, кто дотерпел до этого момента ужасно. Не буду вас ругать и проклинать, если вы не дотерпели, потому что я лично тоже не дотерпел. Закончи пока на этой грустной ноте. Спасибо и до свидания всем.